Я не хочу туда! Я сказал, пошли! Пойдем! Что? Что опять? Там нет никого! В действительности, эта история была не настолько страшной, но она произвела особое впечатление на всех ее участников. Такое, что люди бы точно сказали «да» на вопрос «верите ли вы в призрак?». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди бесконечных лесов Гор и рек Абхазии скрывается страшный город. Настоящий город-призрак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место называют Абхазской Припятью. Некогда процветающий промышленный город сейчас гниет, тонет в зарослях и разрушается прямо на глазах. А многие считают, что где-то так, в непроглядной тьме заброшены в квартире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скрывается нечто. По сути, надо описать все то, что ты указывал в сообщении, о чем мы с тобой буквально пару минут назад говорили. И еще раз. Мы с другом ездили туда. Там при въезде есть лестница наверх. И мы фоткали вокруг нее. И в какой-то момент я поворачиваюсь на лестницу, и там вижу темный силуэт. Обалдела. Повернулась на друга, чтобы его позвать, чтобы он тоже увидел, потому что я жутко испугалась. Но уже через секунду никакого силуэта не было. Но это был прям темный образ, такой как человеческий, но тень. Вот прям, то есть? Тень посреди бела дня. И получается, ты это видел ровно секунду? Никаких деталей отсутствовал? Ну, пару секунд я сама видела, и на секунду отвлеклась, чтобы позвать друга. Но когда повернулась обратно, уже ничего не было. Я так вам скажу. Я скептик. Я не верю в паранормальные. Считаю, что любая заброшка, а тем более целый город-призрак, автоматически обрастает некой мистической аурой. Тем более на это здесь есть свои причины. Отголоски войны. Погибшие работники местно закрытых фабрик. И тени, которые порой видят приезжающие сюда люди. Вообще, за последние несколько лет вы прислали огромное количество писем с историями про этот город-призрак. И про то, что там происходит. Насколько это правда, я не знаю. Но мои родители часто это вспоминают. Их знакомый военный. У него пара детей. Несколько лет назад он приезжал к друзьям в этот город. Дети вышли на улицу и забежали в заброшенный дом. Подняли крик. Когда знакомый побежал к ним, дети, оцепеневшие, стояли у подъезда. Сказали, что в одной из квартир увидели страшного бледного старика, который что-то начал им говорить. Естественно, никого старика там не нашли. Квартиры были давно заброшены. Но дети до сих пор считают, что это был призрак. Что же скрывает этот город-призрак? Байки? Совпадения? Показалось или в этом месте действительно существует что-то паранормальное? Ну что, ребята, я так же, как и вы, очень долго этого ждал, чтобы снова надеть вот этот хвост, взять свое оборудование в руки и отправиться в какую-то лютую заброшку. И вот сейчас я нахожусь на мосту, который отделяет весь остальной мир от города-призрак, а карманов. Так, ребята, вот оно. Пусть сейчас девушка ехала вот здесь по дороге, повернула в угол и увидела здесь некий образ. Просто лестница в небесах какая-то. Здесь кто-нибудь есть? Камера пишет? Ну что? Говорят, здесь видели призрак. Мне кажется, вот лично бы я, если увидел подобное, я бы это с ума сошел, потому что... Но... Это... Здесь кто-нибудь есть? Опачки. Опачки. Не знаю, я накручиваю сейчас себе или нет, но... оттуда прям отдают каким-то холодом. Это что, блядь, было сейчас? Там что-то двинулось, ребят. Там что-то пробежало. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Вот эта херня убежала прямо за вот эту стенку. Мне не могло показаться, не могло показаться, но сто процентов кто-то был. Стоп! Стоп! Стоп-соп-соп-соп! Чего за херня? Где он? Так, это не могло мне показаться 100%. Вот за этим углом было нечто примерно высотой по колено-по пояс мне. Она ушла за эту стенку и пропала, но она вряд ли вышла бы через это окно, потому что здесь слишком много веток, я бы услышал, когда они ломаются. Может это все ушло, пока я отказал? Просто ломоково. Мне сейчас не покидает чувство, что что-то может быть сзади меня. Смотрите, все разрушено. На камеру пишет. Не знаю, хорошо вам было видно или нет. Но вот этот дом вызывает у меня дрожь в коленях. Это так называемое розовое здание, которое стоит на отшибе Акармара. И здесь по сообщениям очевидцев происходят непонятные вещи даже днем. И там люди зашли сюда и отчетливо ощущали присутствие кого-то. Слышали звуки в соседних комнатах. Но когда туда заходили, там никого не было. Пять вокруг тьма. Полнейшая тьма. И тут стоит этот одинокий великан. Смотрите, какого цвета. Здесь он выглядит, как какой-то заплеснилый кусок мяса. А вы просто посмотрите в окна, ребята. Ну что? Я думаю, вы ждете, чтобы я зашел туда внутрь. Вы чувствуете, какой оттуда сейчас идет поток ветра. Я очень не хочу туда входить. Честно говоря, не хватает надписи «Оставь надежду всех сюда входящим», потому что это просто какой-то просто вход в ад. «Оставь надежду!» «Оставь надежду!» «Оставь надежду!» Ёб твою мать! Чтобы вы понимали, вот эта херня должна была сейчас лететь в меня. Так, поставлю-ка я камеру на всякие пожары на здание, потому что если оно будет разваливаться подо мной, у нас хотя бы будут красивые кадры, я, может, как и Диана Джонс, выпрыгну с третьего этажа и в ТикТоке лайков соберем. Аккуратно сейчас, иди сюда, вот здесь. Ну что? Здесь кто-нибудь есть? Есть здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Так, у меня есть микрофоны, камеры, вступите со мной в контакт. О-о-о, просто посмотрите, какой здесь пункт. Крайне опасно ходить, конечно. Фух, чтобы вы понимали, вот это, судя по всему, потолок второго этажа. Тут деревянное перекрытие, поэтому нужно будет соблюдать особую осторожность. О-о-о, я прям представил, как вот эти штуки летят с потолка и меня протыкают. О-о-о, это я, что ли? Твою мать! Зиктоте есть? У меня сейчас полное ощущение, что я нахожусь в какой-то Припяти. Люди заставляли свою мебель, вещи, просто покидали жилище. Жуткая атмосфера. Все превратилось в труху. А раньше кто-то ходил кому-то в гости. 22.09.86. В 86-м году это было написано просто. Ау! А тут какие-то звуки сейчас доносятся. Это что такое было? Просто потолок весь внизу, ребят. Я на свой страх и риск сейчас здесь прохожу. Давай. Спасибо. Возможно, ветер ходит, потом вот шторы тоже дребешит, Матерь Божья. Так, ладно. Ребята, я, наверное, все-таки пойду отсюда, потому что крайне небезопасно. Так, камера пишет, у меня есть с собой два воздушных шапелька. Зеленые это да, красные это нет. Мы их будем использовать для общения. И если призраки реально существуют, то они смогут их сдвинуть и вступить со мной в контакт. Да, нет. Я принес с собой еще одну фирму. Сейчас я выключу свет и включу Kinect, как в паранормальном явлении. Не знаю, поможет ли это нам как-то определить существование здесь при дороге или нет, но в фильмах это используем. Проверим в реальности. Здесь кто-нибудь есть? Мне кажется, что шар дороже. Слегансатый. Возможно, здесь какой-то легкий цирок. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Блин. Это можно считать за знак? Черт, у меня сел аккумулятор. Сетка села. Пацаны, ноль. Когда я включал эту приблуду, на ней было 25%. Буквально за несколько минут все высадилось в кровь. И причем все это происходит прямо на фразе «дайте знак». Фасетка Kinect села. У меня два шарика. Зеленый. Я же даже ничего не сказал еще. У меня два шарика. Зеленый и красный. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Зеленый – это да, красный – это нет. Здесь кто-нибудь есть? Так, я сейчас ставлю камеру посадить в абсолютной темноте. А результат эксперимента с шарами я прокомментирую в самом конце выпуска в аналитике. Ну что, ребята, я подхожу к центру города призрака. Вот через деревья пробивается еще одно здание. Слева у меня пятиэтажка. По луке, если я пойду вот по этой дороге, я пойду прямо в центр города. Я вот краем глаза посмотрю на это здание, просто какие-то удивительные чувства. Вот так идешь, вроде это обычный пятиэтаж, которых полно в российских городах. Нужно из посмотреть. За каждым этим окном должна быть семья. Но там сейчас пусто. Мороз по коже от этих мыслей. Так, наша задача сейчас отойти до самого центра, осмотреться и найти уже необходимое мне здание для следующего эксперимента. Не понял. Что это значит? Бл**ь! Бл**ь! Слышь, бишь текс? Так, окей, 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 ты меня бодать не будешь, я надеюсь? Все, проходите, проходите, пожалуйста, домой, видимо. Это все, заберусь-ка я на всякие пожарные суда. Ну, не такие уж эти безэтажки необитаемые, как я думал. Мы пришли. Просто посмотрите. Раз, здание. Два, здание. Три здания. Четыре, пять, шесть. Мы сейчас с вами находимся в центре настоящего города-призрака. Вот прямо в этой точке. Это не одно какое-то здание. Это просто десятки зданий в одном месте. И все это заброшено. Здесь большая часть квартир выглядит. К сожалению, вот так ничего не осталось. Но мне советовали посетить именно вот это здание. Потому что, вроде бы, здесь есть сохранившиеся квартиры. Какой-то адский столик. Где подъезд-то? Внутри что-то явно творится. Я понимаю, что это просто обрушается здание. И капает вода. Но эффект создает просто жуткий. Дверь прямо манит. Так, ладно. Сейчас оставим камеру. Внутри что? Надеюсь, вот этот потолок на меня сейчас не рухнет. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Ах... Ах. Ах.. Ах! Какой-то странно шипение микрофона. Ну, блядь. Это какой-то закон. Я говорю, это очень странно, что ты, по сути, ходишь по... Ходишь по... Ходишь по... Ходишь по... Хочу вам показать абсолютно новую фишку для гусбастера. Это так называемая музыкальная шкатулка. Вот здесь находится датчик движения, который при обнаружении хоть малейшего перемещения в пространстве посылает сигнал на шкатулку и оттуда доносится леденящая кровь. Мелодия. Поставили. Активировали. Настраивается. Мне кажется, за это однозначно надо поставить лайк. Запись пошла. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. У меня есть вот эта шкатулка, которая поможет вступить нам в контакт. Запись пошла. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. У меня есть вот эта шкатулка, которая поможет вступить нам в контакт. Я её сам пугаюсь, если честно. Если здесь кто-то есть, у меня есть плёночный диктофон. Дайте знак. Дайте знак. Дайте знак. У меня есть плёночный диктофон. Дайте знак. Дайте знак. Что это за звук? Чтобы вы понимали, что сейчас слушать, в какой-то момент звучит какой-то... Здесь кто-то есть. У меня есть плёночный диктофон. Дайте знак. Запись номер три. Меня зовут Дима. А тебя как зовут? Дай знак. Запись номер три. Меня зовут Дима. А тебя как зовут? Дай знак. Запись номер три. Продолжение следует... Так, здесь уже что-то интересное, я напоминаю, что буквально минут 15 назад откуда-то сверху доносились непонятные звуки. Согласитесь, что туда безумно хочется зайти. Давайте это оставим, но потом... Картинка, конечно, просто дико жуткая, все обгорелое. Что у нас тут? Зонтик? Не знаю, был сейчас звук или нет, может на повторе будет посмотреть. Атмосфера гнетущая. Вот здесь жутко реально. Здесь прям не хочется находиться. Елой твою мать, блядь! 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 У меня ещё сердце встанет здесь. Так, где это видео? А, вот ты где сидишь. А? Это вот я из-за тебя инфаркт жопы получил сейчас? Фу. Так, стоп. Ну что, я думаю, я отдаю гран-при этой заброшки за одну из самых жутких локаций, которые у меня в гости были. Просто в каждой комнате что-то жуткое. Так, сейчас. Блин. Выглядит. Это значок с надписью «Ночной дозор». Мне кажется, эту штуку можно разыграть. Переходите ко мне в инстаграм, я там сделаю пост с этой заброшки за самый лучший комментарий. Я подарю вам значок «Ночного дозора» без сувенира. Ну что, ребята, я уже устал. Предлагаю ложиться спать и дождаться утра прямо здесь, на локации. За мной будет следить моя прокачанная поворотная камера, так что если вокруг меня произойдет какое движение, она обязательно повернется к источнику этого движения. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok явлений. Я прямо сейчас предлагаю вам поставить лайк и приступить к анализу всех этих странных событий. Кстати, если вы нашли что-то необычное в этом выпуске ГОСТа, либо в другом выпуске ГОСТ Бастера, обязательно напишите об этом в мою официальную группу, ссылку я оставлю в описании. И, возможно, именно ваш необычный момент попадет в выпуск за грани, где мы разбираем все непонятные явления, которые нашли вы, наши подписчики. Кстати, подобный выпуск выйдет уже завтра, так что не пропустите его на канале. А сейчас я предлагаю приступить к разбору. Кроме гигантского количества звуков, которые легко можно объяснить плохим состоянием зданий, где каждую минуту что-то падает и разрушается. Есть еще и те моменты, которые действительно очень интересно разобрать. Например, странный черный силуэт, скрывающийся во тьме. Это что, блядь, было сейчас? Мне кажется, что самое главное в начале разбора сделать вывод, что это точно не тень. Во-первых, когда я был на заброшке, хоть это и очень плохо видно на камере, я сразу же увидел этот объект. И я могу с точностью сказать, что передо мной кто-то перемещался. И, во-вторых, если внимательно посмотреть на тени вокруг этого объекта, то видно, что они не изменяются. Следовательно, я действительно снял движение, чье-то движение. И тут самый главный вопрос, кто или что это было? Давайте разберем по полочкам. После того, как объект ушел за стену, я решил оббежать здание, чтобы посмотреть, откуда он выйдет, но там я ничего не обнаружил. После этого я решил вернуться к окну и зайти в здание. Мне кажется, в этот момент происходило следующее. Темный объект пугается моего света, заходит за стеной. Я убежал прямо за стенку. И пока я обхожу здание, он уходит вот в этот дверной проем и пропадает где-то в глубине аварийной заброшки. По крайней мере, это подтверждают вот эти звуки, которые я услышал перед тем, как зайти в здание. А они как раз доносятся со стороны этого дверного проема. Но вопрос остается тем же. Кто же это был? По-настоящему все предельно просто. В некоторых районах Икармары все еще проживает несколько семей. А больше всего видно, что в некоторых районах Икармары до сих пор живут люди. Но мы сейчас поем в другой район. Отсюда на заброшке можно встретить домашний скот. Что я, в принципе, и сделал в центре города. Зная это, я решил внимательно отсмотреть материал с камеры, которую я оставил на месте, где я видел тот самый объект. И вот, что я обнаружил. Слушайте внимательно. Это не что иное, как обычное хрюканье. То есть, вот этот странный темный объект, который меня запутал и испугал на заброшке, является ничем другим, как обычной свинкой или кабанчиком, который просто испугался моего яркого света и скрылся на заброшке. Вот и все. Так что здесь нет никакой мистики. Следующий момент, из-за которого по моей спине пробежал холодок, это движение шарика в момент эксперимента общения. У меня и с собой два воздушных шарика. Зеленый это да, красный это нет. Мы их будем использовать для общения. У меня два шарика. Зеленый. У меня два шарика. Зеленый. По правде, это было очень жутко. Вот сами себе представьте, вы сидите в заброшенном городе, в каком-то страшном лютом здании, где порой что-то слышим. Что-то видит. И вы пытаетесь вступить в контакт с паранормальным. В этот же самый момент, в самый неподходящий момент, неожиданно от переохлаждения гаснет один из ваших приборов. Пацаны, ноль. Когда я включал эту приблуду, на ней было 25%. Буквально за несколько минут все выскочилось к ноль. А потом, как только вы начинаете говорить про шарики. У меня два шарика. Зеленый. Один из них начинает движение. И я напомню, что именно этот шарик обозначает ответ. Да. Фух, блядь. Фух, жуткая ситуация. Особенно, когда это все происходит на твоих глазах практически в абсолютной тьме. Но объяснение оказалось крайне простым. В этом здании гуляют сквозняки. Это отчетливо понятно по движению провода, по движению шторм. И по тому потоку ветра, который исходил из здания, когда я только к нему подошел. После вот этого инцидента с шариком я провел на локации еще около 15 минут, пытаясь воссоздать всю эту ситуацию. И в итоге мне это удалось. Тут, походу, ветер отсюда идет. Так, поменяйте ставик. Поток ветра с первого этажа через забрушившийся потолок на моих глазах снова заставил шарик двигаться. И самое главное, я почувствовал это своей рукой. Да, эта ситуация выглядит очень люто. Но этому есть физическое объяснение. А вот теперь представьте, что вы ложитесь спать на этой заброшке. Ну что, ребята, я уже устал. Предлагаю ложиться спать и дождаться утра прямо здесь на локации. Ставите камеру на специальный механизм, который реагирует на любое движение и направляет камеру к источнику этого движения. И вот, как только вы засыпаете, эта камера неожиданно поворачивается в сторону темного коридора, как будто что-то заметим в этой непроглядной тьме. Стремно, да? А представьте, что это происходит у вас дома. Какое же логическое объяснение мы можем дать этой странной ситуации? К сожалению, мое устройство, которое поворачивает камеру, несовершенно. Оно может засечь даже малейшее движение, но может не успеть повернуть камеру к источнику этого движения. Но она продолжит снимать в ту сторону, и, возможно, это движение повторится вновь. И так оно в этот раз и произошло. Да, вот этот петух или его дружки виноваты не только в небольшом инфаркте, который я получил на заброшке, но и в повороте камеры. Так что в этой ситуации нет ничего паранормального. Что можно сказать в итоге? Проведя там целую ночь и разобрав все самые странные моменты, которые мне все-таки удалось снять в этом заброшенном городе, можно сделать однозначный вывод. Никакой мистики и паранормального там нет. Это некогда процветающий город, который из-за поворотов судьбы сейчас находится вот в таком печальном состоянии. И все. Жалко и грустно, но никаких призраков там нет. С вами был Дима Масленников. Обязательно поставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на канал, и дальше будет еще интереснее.